У всех. Ну, простите, это не что. Никто ни на кого не дает. А что такое это? Все сказали. А вот так вот с людьми нормально? Вы столько слов в видео, послушайте, вы столько слов в видео сказали про человека, о котором вы ничего не знаете. Вы меня спрашиваете, вот я знаю или не знаю, а вот вы знаете? Вы считаете, что вы знаете? И можете такое людям показывать? Да, мы считаем, что... Извините, вы сравниваете Навального с Гитлером. Да, это человек-психопат. Человек-психопат, это кто? Это вообще нормально вы такое говорите? Ребята, во-первых, давайте начнем с того, что это не мы делали видеоматериал. Давайте начнем с этого. Это не мы. И снимали не мы материал. Поэтому давайте все-таки будем объективны и давайте все-таки будем не истерить, а цивилизованно все-таки дискутировать. А вот эти вот истерики и про то, что согнали, давайте не будем использовать вот эти же методы, которые используют по отношению к вам, другие люди. Поэтому давайте не будем чесать всех под одну гребенку. Никто никого, по крайней мере, правовая школа никогда, никого, никуда не сгоняет. Нас пригласила администрация Владимирского государственного университета провести вот такую встречу с молодежью. А кого куда согнали, это уж вы разбирайтесь со своей администрацией. И претензии не в наш адрес. Это наша работа. Мы просто проводим свою работу. И сейчас идет вот очень плохо. Девушка, что вы так ничего и не поняли, я так думаю. Вы просто включились вот в эту модную, в эту тусовку, что действительно это борьба с коррупцией. Ребят, здесь нужно просто немножко... Не перебивайте меня, пожалуйста. Я вас не перебивала. И я еще не старше вас. Понимаете, надо просто элементарное уважение иметь к старшим. Есть гораздо более глубокие проблемы и вопросы. И вы должны прекрасно понимать, что прежде всего здесь политические амбиции определенного круга людей. Вы также знаете о том, вам все преподаватели на всех занятиях говорят о том, что сейчас идет целенаправленная война в отношении Российской Федерации. Информационная война, кибервойна, гибридная война. Понимаете? И ставка делается на молодежь. Не зря через сеть интернет очень интенсивно ведется верболка, в ряды террористических, экстремистских организаций. И в том числе через религиозные организации, деструктивные. Вы это прекрасно все знаете. Поэтому нужно все-таки смотреть и более глубже рассматривать проблему данную. Можно прикрыться любыми лозунгами. Я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на чем. Здесь никто никому не навязывает свою позицию. Мы вам в самом начале встречи нашей сказали, что каждый в праве иметь свое мнение. Но просто надо немножко думать. И думать прежде всего о своей безопасности и о безопасности своих близких и родных людей. Понимаете? Можно оказаться в сложной жизненной ситуации. Только потом будет поздно уже как-то из нее выходить. Придется другие усилия прикладывать. Вот в чем цель прежде всего. Поэтому мы показали материал. Только показали материал. Мы даем информацию к размышлению. А право выбирать каждого – это право каждого. Поэтому не надо, девушка, научитесь разговаривать и выслушивать других людей. Вам не хватает так-то. Я не знаю, вы педагог или юрист. Но если я педагог или юрист, вы должны уметь выслушивать людей. И притом с уважением. Это ваша обязанность как будущего специалиста-профессиата. В первую очередь. А сейчас вот хотелось бы именно на этом акцентировать внимание. Чтобы вы поняли. Никто никого не агитирует. Никто никому не угрожает. Просто, ребята, вы должны прекрасно понимать, что происходит. И вы понимаете. И не превращаться вот в этот инструмент, которым легко управлять другим людям. Чтобы не было никаких цветных революций. Чтобы не было такой судьбы, как у украинской молодежи. Вот сейчас могут мне возразить, и я выслушаю эти возражения. И с уважением выслушаю эти возражения. Но у меня также есть и другие мнения людей, непосредственно находящихся там. И моих бывших студентов, и моих бывших учеников, которые находятся там. И какая ситуация там. И как поступили там с молодежью. И нужна ли гражданская война в нашей стране. Может, все-таки нужно решать проблемы цивилизованным путем, а не агрессивным. Вот в этом самая главная цель нашего разговора и нашей встречи. А не во взаимных каких-то оскорблениях. И тут пытаться превратить в какой-то митинг оппозиции и прочее. Что нас согнали и прочее. Не надо все выливать тактичными у вас, по отношению друг к другу. И уважительно. Пожалуйста, я вас слушаю. Простите, пожалуйста. А почему вы все время говорите про войну, про революцию? Кто вам сказал такую вещь, что кто-то собирается проводить афганскую, иранскую весну? Да, у меня довольно плохо с историей. Я раньше не интересовался политикой. Девушка, да что с вами, милая? Кто ж вас обступал, так кто с вами? Вы сейчас говорите, что вы не будете никого обзывать, но вы сейчас видео показываете, как Навальный. Девушка, успокойтесь. Девушка, успокойтесь. Лучше компотику. Успокойтесь. Полина, ты снимаешь это? Полина, не надо. Я повторю свой вопрос. Почему вы пугаете нас войной и революцией? А кто вам сказал, что я вас пугаю? Я вам сказала, топнула ногой или прикразила пальцем и пугаю вас. Вы сначала встречи говорите, что вы что хотите повторения весны вот этой вот революции? Я прям таким делом сказала, как вы сейчас и брови вот так наступила. Я, может быть, утрирую, но почему вы... А вот не надо утрировать, молодой человек. Надо все-таки быть объективным и честным. Понимаете, и не передергивать. Вот в этом вот ваша проблема. Понимаете, провоцируйте все время на какой-то конфликт. Не нужно провоцировать на конфликт. Нужно всегда умело и профессионально дискутировать. Понимаете? И не надо переходить вот на эти крайности. Учитесь. Конечно. Конечно. Обязательно должны быть разные точки зрения. Конечно. Безусловно. Ребят, ну очень плохо, если все-таки что-то как бы все-таки где-то недопонимание какое-то. Навального другие все-таки цели. Вы все-таки постарайтесь проанализировать и подумать над тем материалом. Сами. Постарайтесь. Потому что здесь, прежде всего, решение политических амбиций, политических целей. И это понятно, что... Ладно, я не буду ничего говорить. Пусть у вас останется информация о размышлении. Просто вот и все. А видео Навального у вас есть, чтобы у нас было полное представление. Ну не только с одной стороны, но и с другой стороны, чтобы мы видели сразу... А какая вам еще сторона нужна? А позиция, справедливая, легальная позиция. Почему нет? Нам ничего не навязывается, конечно. Только одна сторона. Я не понимаю у вас, девушка. Какая сторона вам нужна другая? Действительно. Вы нам покажите за видео Навального, чтобы люди, которые здесь сидят, видели две стороны и уже сами за себя решили. Ну, свое мнение вы уже могли бы... Я ничего не понимаю. Абсолютно все понятно. Девушка предлагает посмотреть взгляд с другой стороны, посмотреть видео Навального. А вы имеете в виду вот этот фильм про Медведева? Абсолютно любой. У него их много. И он показывает факты коррупции во всей верхушке. Во всей верхушке. Они абсолютно правдоподобны. А даже начиная с факта того, что Песков указывает там какие-то 12 миллионов в декларации, а носит часы за 33 миллиона. Извините, он что, три года на часы копил? А вы, простите, пожалуйста, вместе с ним покупали часы? Часы вы в одном магазине с ним покупали или присутствовали? Существуют роликсы и другие уникальные часы, которые продаются в нескольких экземплях, которые действительно стоят баснословный день. Но я говорю, вы видели это, когда он покупал часы за такие услуги? Или присутствовали при этом? Есть свадебная фотография, где прекрасно видны его часы. Есть свадебная фотография, я тоже ее видела в интернете. И что? И что, он три года зарабатывал на одни часы? А это вопрос к нему. Так я вам говорю, у нас с вами есть факты того, вот достоверный факт подтвержденный, вот это доказательная база. А это вам не факт? Это вам не доказательная база? Это опубликованные данные РОС... Я смотрю видеоблог Алексея Навального в ФБК. Ребят, вот вы все время туда... Сказать, где врут? Вот здесь вот врут. Сколько вы платите по индивиду? Так, во-первых, молодой человек, ведете вы себя в предотвратительнейшем образе. Я ни разу на вас пальцем не указала. Понимаете? У вас вообще чувство так-то уважения отсутствует как таковое. Мне очень жаль, что вы такой невоспитанный человек. Чуть-чуть менее, вот в этой части замки, когда-то что-то говорят, но им не дают...